МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зелёную – низкий риск, жёлтую – со средним риском, и красную группу – с самым высоким риском и угрозой не только заморозки счетов, но и полной ликвидации. Как не попасть в красную зону и как выбраться из красной зоны, если вы уже там, знает Сибнефтигрупп. Здравствуйте! Вы смотрите программу новости в Сыргу-24. В студии для вас работает Дмитрий Круковец. И в начале выпуска коротко о главных темах. Отбор пройдёт до конца года в Сыргуте в начале 2023. С третьего откроется Центр по подготовке высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий. В Сыргутской высотке загорелась квартира. Пострадали два человека, их с балкона эвакуировали спасатели. Ещё 10 человек вывели из задымлённых помещений. И творческий бренд Югры в Сыргутской филармонии открылся Международный юбилейный фестиваль искусств «60-я параллель». Уже в начале следующего года в Сыргуте откроется Центр по подготовке высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий. Учить будущих айтишников будут в школе 21 от Сбербанка. Готовность к открытию губернатор округа Наталья Комарова обсудила с председателем Уральского филиала финансово-кредитного учреждения в рамках Югорского промышленно-инвестиционного форума. Напомню, соглашение об открытии Центра было подписано в апреле этого года. Сегодня в помещении, где будут проводить занятия, делают перепланировку. Работы выполнены на 90%, закончить планируют в конце октября. Выкупить объект должны до конца 2022-го. Наталья Комарова отметила, что до этого времени отберут участников. Программы обучения адаптируют под кадровые потребности и специфику региона. Вам спасибо большое. Я считаю, во многом у нас ХМАУ первый регион, который первое что-то сделал. И здесь тоже благодаря вашей целеустремленности, благодаря работе всей команды получился такой проект, который позволяет его масштабировать во много других регионов. Тот, который локальный, но в то же время с полным сохранением функционала, без потери качества, то есть, по сути, мы первый такой проект делаем. В январе-феврале мы ожидаем первый набор. Спасибо большое. Очень своевременно все решения принимаются. Вернулся в любимый и привычный формат. В Саргуте состоялся форум работающей молодежи на крыло. В этот раз мероприятие проходило в течение трех дней на площадках Центра специальной подготовки Сибирский регион и базы отдыха Олимпия. Два предыдущих года участники встречались онлайн. В 13-м форуме поучаствовали 11 команд сотрудников нескольких предприятий города в возрасте от 18 до 35 лет. Две сборные от Сургутского педагогического университета и Горводоканал заявились на мероприятие впервые. Люди должны присутствовать не только на работе, но и управлять себя в каких-то творческих моментах. Кто-то прекрасно танцует, кто-то поет. Я, например, до сих пор занимаюсь танцами, и мне это, в принципе, доставляет прекрасное удовольствие. На крыло прекрасное место для того, чтобы познакомиться с новыми людьми, обменяться опытом, присмотреть какие-то идеи, возможно, на следующий год. В течение трех дней команды соревновались в восьми конкурсах, среди которых видеодосье, что где когда, деловая игра, творческие выступления. Команда, которая наберет по итогам всех заданий большее количество баллов, становится победителем и обладателем переходящего кубка в этом году. Первое место заняла сборная общества «Газпром энергозабыт Тюмени». Они, может быть, на своем месте работы, какие-то карьеристы, какие-то занимают важные должности, занимаются действительно сложными вещами, но здесь они превращаются в каких-то детей, которые радуются, которые излучают счастье и демонстрируют свое творчество нам. Оценивать, конечно же, сложно. Любительское творчество, но у нас есть определенные критерии, которые утверждены в положении, и ребята набирают максимальное количество баллов. Третий блок, он такой одиночный конкурс, но он, по сути, является таким очень любимым всеми конкурсом. Это конкурс полевой кухни, когда ребята здесь и сейчас, на выезде, им дается определенное время, они готовят такой некий набор блюд, которые, по их мнению, так или иначе ассоциируются с их организацией или с их командой, и их задача – это все интересно, необычно презентовать для жюри, чтобы здесь жюри оценивают, как это все представлено, как это подано, и в том числе оценивают вкусовые качества, насколько это вкусно, интересно или необычно. В минувшие выходные в России отметили Международный день пожилого человека. Для людей, которые регулярно работают с пенсионерами, это дополнительный повод уделить внимание своим подопечным. С прошлой пятницы и в течение этой недели фонд «Траектория надежды» объезжает своих благополучателей, чтобы поздравить, пообщаться и передать подарки. Продуктовые наборы, товары первой необходимости, лекарства, вещи, в которых нуждаются пожилые люди. Встречают волонтеров-пенсионеры всегда тепло. Как я только обращусь, настолько вежливое, доброе отношение ко мне, как будто я родная их бабушка, по-доброму разговаривают, да, мы постараемся все сделать, приезжают, приносят то, что мне необходимо, фотографируют, я их благодарю. Я желаю им процветания, всем-всем здоровья крепкого, всегда улыбаться, чтобы вас любили, уважали и ценили. Людмила Ивановна Кайдалова под опекой фонда уже не первый год. Волонтеры и сотрудники «Траектории надежды» регулярно связываются с ней, чтобы узнать, в чем нуждается пенсионерка. В этот раз, помимо продуктов, подарили табуретку и подушку. Женщина обозначила эти предметы как необходимые. Их, к слову, фонду предоставила жительница Сургута, которая решила поддержать акцию. Помогают благотворительные организации с закупкой продуктов и лекарств и компаний города. В этот раз на просьбу поддержать инициативу откликнулось общество «Газпром Трансгаз Сургут». Его сотрудники собрали средства на приобретение продовольственных наборов. Внести вклад в работу фонда, который помогает не только пенсионерам, но и малоимущим, многодетным семьям, ячейкам общества с больными детьми, можно на сайте «Траектории надежды» или с помощью QR-кода, который вы видите на экране. Мы собрали по акции достаточное количество средств для того, чтобы помочь этим пожилым людям, которые некоторые одинокие, некоторые не могут себе позволить чего-то там приобрести. И я пользуюсь случаем, хочу поблагодарить своих коллег за отзывчивость, за милосердие. В первую очередь хочется сделать акцент, что благотворительный фонд «Траектория надежды» оказывает помощь на регулярной основе. Мы стараемся ежемесячно навещать, передавать продукты и иное, что им необходимо, пожилым людям, которые в этом нуждаются. Сегодня как раз день пожилого человека. Мы с удовольствием приехали к Людмиле Ивановне. Ей необходима была табуретка, подушка, продуктовые наборы. В первую очередь хочется сказать спасибо большое людям, которые помогают нам приобретать, передавать все необходимое. В Сургуте в результате пожара в жилом многоквартирном доме пострадали два человека. Возгорание произошло на третьем этаже высотки на набережном проспекте 14 в районе 10 вечера 30 сентября. По словам соседей, семейная пара оказалась заперта в объятой огнем квартире. Прибывшие спасатели с помощью лестницы эвакуировали их из горящего помещения, а не доставленного в больницу. Еще 10 человек пожарные вывели из задымленного подъезда, предоставив им кислородные маски. 80 жильцов сами покинули квартиры. В горящем помещении находился газовый баллон, который, к счастью, не успел взорваться. Предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с предметами повышенной опасности. Все обстоятельства сейчас устанавливают дознаватели. Открытое горение на третьем этаже. Люди просили о помощи с окон квартир. В подъезде было плотное взглянение. Были направлены силы и средства для спасения людей, которым требовалось помощь, и на тушение квартиры. 10 человек было спасено, из которых трое детей, 80 человек было эвакуировано. В результате пожара пострадали 2 человека. Полицейские Югры на трассе, ведущей в Сыргут, задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Об этом журналистам нашего телеканала сообщили в окружном управлении МВД. Стражи порядка, обладая информацией о подозреваемом, остановили машину, которую он управлял на 55-м километре автодороги Нефтьюганск-Сыргут. За рулем находился неработающий 56-летний мужчина, уроженец одной из стран СНГ. Служебная собака, которую привлекли к досмотру, указала правоохранителям на тайник. Он был оборудован под обшивкой задних дверей. Оттуда оперативники изъяли 19 пакетов с веществом растительного происхождения. Установлено, что это наркотики общей массой свыше 4 килограммов. Мужчина вез груз из Санкт-Петербурга в Новую Рингу. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Фигурант задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Власти Сыргута провели служебное расследование инцидента недельной давности, когда 14-летняя школьница оказалась запертой на 2 часа в пустом автобусе. Установлено, что кондуктор во время движения по маршруту объявлял о том, что автобус после конечной остановки дальше не идет. В 13 часов водитель, не осмотрев надлежащим образом салон машины, ушел на обед. Спустя полтора часа в департамент городского хозяйства Сыргута поступило сообщение, что в закрытом автобусе номер 113 находится пассажир. Его вызволил подоспевший водитель. Он и кондуктор на основании служебного расследования за формальное отношение к своим обязанностям получили строгие выговоры и будут лишены премии. В СПАПАТе извинились за случившееся и организовали серию внеплановых инструктажей по правилам поведения с пассажирами. Следственные органы проводят проверку. Ход ее проведения находится на контроле в Центральном аппарате СК России. Творческий бренд Югры в Сыргутской филармонии открылся в Международный юбилейный фестиваль искусств «60-я параллель». За 10 лет с концертами в нашем городе побывали музыканты из Эстонии, Швеции, Норвегии, США, Фарерских островов, многих регионов России. В этом году праздничную программу открыл хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Сыргут-артисты привезли особую программу. Эта программа требует большого количества участников. И расскажу вам такой приятный момент. Мы на стадии планирования поняли, что возможно не хватит артистического состава. И помимо хора нам также нужно думать в сторону увеличения состава музыкантов. И когда я озвучила эту проблему, то, что проблему задачу нашему генеральному директору, она сказала следующее. Мечты должны сбываться. Если у вас была мечта представить эту программу, значит мы привезем участь нашего оркестра. В рамках фестиваля сургутяне также познакомятся с магией скрипки. Одноименную программу уже в ноябре представят виртуозы Якутии. Любителей народной музыки ждет три вальс Клавдия Шульженко в исполнении Государственного академического русского народного ансамбля России. Не забыли организаторы и о ценителях джаза и блюза. Народный артист Даниил Крамер соберет в зажигательный квартет молодых профессионалов импровизации. Особое место в программе фестиваля занимает заключительный музыкальный спектакль «Путь по лако». Это легенда о юноше, который пытается стать мужчиной и побороть медведя в обход традиционных обрядов. Он пускается в дорогу, преодолевая неприятности, совершая нечаянные подвиги. Спектакль, посвященный Югре, станет премьерой цикла просветительских программ «Морожка». Речь идет об эпосе, о сказке, о главных представлениях того или иного народа, о мире, мироздании, фундаментальных ценностях. И, конечно, это должно быть интересно, потому что это к детям обращено. Это все-таки детский спектакль. Это была последняя информация выпуска. Корреспонденты телеканала «Сургут-24» продолжают следить за развитием событий. Самая актуальная информация в удобное для вас время доступна в официальных аккаунтах в Телеграм, ВКонтакте и на нашем сайте. Впереди еще прогноз погоды после коммерческого блока. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Жители поселка Белый Яр говорят о своем поселке так. Мы не спутник Сургута. Мы отдельный мир. Это так. Мир красивый, современный и вместе с тем уютный. Именно здесь расположился жилой комплекс «Яркий». В доме представлены готовые одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 35 квадратных метров с уже предчистовой отделкой. Не забывайте про экономию на ЖКУ до 30% и возможность купить квартиру без первоначального взноса. Подробности по телефону в Сургуте – 765-708. Ты изменяешь мне с Морисон? Нет, мы просто гуляли по истории! Умные домофоны от Телеплюс принимают звонки из подъезда прямо в телефон. А это кто? Я не знаю. Делают фото посетителей и отправляют их в смартфон даже тогда, когда вас нет дома. Так он и на прошлой неделе заходил. Телеплюс. Все. Управляйте домофоном из любой точки мира. Субтитры делал DimaTorzok Это утреннее шоу красавцы. Музыкальные итоги за неделю, танцевальная музыка, игры в прямом эфире и... Биг Лав Шоу. В общем, вы поняли. Слушайте Лав Радио. Домашние и дикие, дружелюбные и опасные, популярные и экзотические. Такие разнообразные животные. Встречайте их в познавательной программе для детей и взрослых «Усы, лапы и хвост». Смотрите каждое воскресенье в 11.00 на телеканале «Сургут-24». Новости и интервью. Развлекательные программы. Объективно о работе правительства и жителях Сургута, Югры на Рутюб-канале ОМЕДИА. Сургут-24. Подпишись. Будь с нами в центре событий. Рутюб-канал ОМЕДИА. «Сургут-24». 16+. «Сургут-24». 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 Субтитры создавал DimaTorzok